Так, то есть теперь, если наш президент приедет в Армению, они что, рискнут его арестовать? Ну, вот, говоря дипломатическим языком, наблюдаются такие атаки по всему дипломатическому фронту на Россию. Я, правда, не понимаю. А что я это сделаю? Ну и все. Друзья, всем привет. Сейчас поговорим о России и о том, как горят у нее дипломатические фронты. И об Армении, и об Австрии, и в Эстонии. Ну, а Лавров дружит с Эритреей и Бурунди. Сейчас обо всем об этом подробно. Но вначале несколько важных вещей. Первое. Сегодня день службы безопасности Украины. Я витаю всех офицеров службы безопасности Украины. Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу работу. Вы несколько раз спасали мою жизнь. И сегодня вы на переднем краю. Служба безопасности это тысячи порядочных офицеров, которые делают свою работу. Да, к сожалению, находятся и негодяи, и предатели, но их меньшинство. А большинство, те люди, которые настоящие патриоты и сегодня воюют за Украину всеми своими силами. Дякую вам дуже за службу. Дякую за службу. И сегодня день воли Беларуси. Сегодня день создания Белорусской Республики в 1918 году. И БЧБ, бело-червоно-белый прапор поднялся тогда. Сегодня этот праздник Лукашенко, как это делал Советский Союз, пытается затереть. А за бело-червоно-белый флаг людей задерживают, даже арестовывают. Но мы его помним и держим в руках. Мы его поднимали в Верховной Раде Украины. Вот как это было. А сейчас в Верховной Раде я опять взял в руки БЧБ. Вам всем привет. Ну и посмотрите, что у меня под ногами, друзья. Так и будет. Флаг Советской Белоруссии будет спущен. А вот бело-червоно-белый будет реять над замечательной страной Белоруссии. Свободной страной. Страной, которая будет двигаться в Европу. И я в этом абсолютно не сомневаюсь. Друзья, ну вы не забудьте подписаться на канал. Вы знаете. Ну и напомню, что мы продолжаем сбор. Только что я вручил 19-е антидроновое ружье от Гончаренко Центров. И для морпехов наших. И сейчас мы собираем на 20-е юбилейное для Национальной Гвардии Украины. Друзья, присоединяйтесь. Итак, поговорим сегодня о дипломатических поражениях и даже унижениях России. Но начнем с Армении. Дело в том, что Конституционный суд Армении отменил свое решение, которое признавало ратификацию Римского устава как неконституционную, противоречащую Конституции Армении. То есть открылась дорога к полноценной ратификации и присоединению Армении к Римскому уставу. Очень интересная новость в сфере того, что я напомню вам, что Римский устав, он определяет формирование Международного уголовного суда. Того самого, который на днях выписал ордер на арест Путина. Ну и, конечно, шаг Армении к присоединению к Международному уголовному суду. Это фактически шаг к тому, чтобы Путина, президента России, который как бы военный союзник Армении по ОДКБ, и еще вот недавно он там появлялся, в следующий раз при его появлении там арестовать. Ну и, конечно, это вызвало страшную истерику у российской пропаганды. Они уже кричат, что армяне предатели. И вообще, ай-яй-яй, послушайте одну такую истерику. То есть теперь, если наш президент приедет в Армению, они что, рискнут его арестовать? Задача Пашиняна – это ликвидация российской военной базы, это ликвидация российского влияния в Армении. Там целая команда во властных структурах Армении сидит, готовых предателей армянского народа. Это люди, которые не исходят из национального интереса Армении. Общественное мнение в Армении уже, к сожалению, антироссийское сформулировано. Общество раскалывается. Я это вижу хотя бы по тем приглашениям, когда меня приглашают обсудить ситуацию на армянском телевидении. Там такая оппозиционность в отношении России. Нас оскорбляют предателями. Ну, а таких истерик на самом деле много. В общем, здесь на самом деле все правильно. И Армения понимает, что нужно подальше от России. И Армения хочет быть тоже в свободном мире. В этом абсолютно я не сомневаюсь. Поэтому нужно всех потенциальных союзников, конечно, от России отрывать. А им нужно расходиться с этой безумной страной, которая всех тянет только в пропасть. Ну, в пропасть и иначе не скажешь. Тут после Армении следующая боль для России Австрия. Австрия сказала, да, мы выполним решение Международного уголовного суда. Если Путин тут появится, мы его арестуем. Спокойно, знаете, как по-деловому, по-австрийски сказала Австрия. Еще недавно Путин танцевал с министром иностранных дел Австрии. И все. А тут вот такой удар. И, конечно, Австрия у них тоже истерика. Следующая Эстония. Эстония выслала одного российского дипломата. И тут уже Марданая. Просто истерика страшная. Боже, ну уже Америка об нас вытирает что-то. Ну, Эстония? Ну как еще? Ну что же? Да бы вас все вытрут, Мардан. Послушайте истерику Мардана про Эстонию. Ну вот, если бы нас тиранили только американцы, ну, тут как-то все понятно. Ну, в общем, великая держава, гегемонно, ревнует, испытывает обиду. Там, я понимаю, Россия выходит из-под контроля. И вообще бросает вызов, так сказать, вот этой мировой жабе. Я это все понимаю. Мы бы даже не расстраивались бы, наверное, ну, а где-то и испытывали чувство глубокого удовлетворения. Но когда российских дипломатов высылает, прости, господи меня, Эстония, и после этого ничего не происходит, или происходит нечто такое, зеркальные меры происходят, МИД обещает выслать эстонского дипломата. Я не то чтобы отказываюсь это понимать, я правда не понимаю. Ну, в общем, он еще не понял, что Россию вытрут ноги и все остальное. Все. Все. Поэтому его не отпускают, а он опять там другого. Ну, объясните мне, ну как? Ну, Эстония! Послушайте. Вот, говоря дипломатическим языком, наблюдаются такие атаки по всему дипломатическому фронту на Россию со стороны не только, ну, таких вот крупных стран, ну, полноценных наших настоящих противников, типа США, Великобритании, но и стран политически не субъектных, ну, типа, допустим, Прибалтики. Объясните, я правда, мне пишут в комментариях этот вопрос задают, и я не знаю, как ответить. А почему Россия за год, ну, так и не отозвала послов, не разорвала дипломатические отношения с этими лимитрофами, а все это терпит до бесконечности? Вот в чем причина? Вы знаете, я думаю, что однозначно вам ответить на этот вопрос будет довольно сложно, в чем причина. В общем, эстонофобия у Мордана развивается, эстонцы, айта, настоящее молодцы, спасибо, правильно, абсолютно, страна, может ли она и кажется какой-то не такой Мордану, а всему миру она кажется замечательной, прекрасной страной, в которой замечательно живут достойно люди. Только у них одна проблема, сумасшедший сосед. Ну, и идемте дальше, на это же все должен быть какой-то ответ, ну, ответ же должен быть российской дипломатии, тут все везде вокруг рушится, и российская дипломатия ответила. Ну, сначала выпустили алкоголичка, несмотря на милая личка, ну, и личка, честно говоря, не милая, алкоголичка Захарова. Послушайте, она-то переживает о долгах США, вот кто, вот она, понимаете, о чем душа болит русская, о долгах США, послушайте. Потолок госдолга США, панфары. Ну, и пока у Захаровой после полстакана болит душа в американских долгах, то у Лаврова серьезная работа. Он крепит отношения с Эритреей и Бурунди. Говорит, Эритрея, наши эритрийские друзья, послушайте его. Обозначили конкретный интерес российских компаний к выходу на эритрейский рынок, и наши эритрейские друзья обещали внести предложения относительно тех областей приложения усилий, где могут быть взаимные интересы с точки зрения привлечения российского бизнеса. Говорили мы и о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере, и в целом в сфере обеспечения безопасности. Ну, напомню вам, при всем уважении к Эритреи, это страна с населением 3 миллиона человек, одна из самых бедных в мире, и такой, ну, мощный друг для сверхдержавы, эритрийские друзья. Правда, я не знаю, не уверен, что эритрийцы бы очень хотели быть друзьями, но, правда, Россия там периодически подголосовывают в ООН, здесь, да, вот нашли друзей. Ну и, чтобы не останавливаться, Бурунди. Вот еще одна страна, с которой Лавров пытается тоже крепить отношения, посмотрите. Выразить удовлетворение нашим тесным взаимодействием, координацией в ООН по международной повестке для Бурунди, с уважением относимся к тем позициям, которые наши страны продвигают во всемирные организации. Обсуждали такие перспективные отрасли, как мирное использование атомной энергии. Между нашими странами существуют дорожные карты в этой сфере, готовятся межправительственные соглашения. Ну что я могу им пожелать? Только удачи, только удачи. Все те, кто, и даже эритрии и Бурунди, когда чуть больше узнают о России, как узнала Армения, то постараются от нее подальше отпетлять. Тут, собственно говоря, процесс-то неизбежен, и всем очевидно, чем дело закончится. Друзья, еще раз, белорусов с днем воли, живе Беларусь, сябры, службу безопасности Украины, дякую за службу всем, и тики до перемоги, слава СБУ, слава Украине. Ну и, друзья, присоединяйтесь, Гончаренко-центры продолжают работать. Не смотря на все атаки на нас, мы работаем и помогаем Украине добиться победы как можно скорее. Держим строй!